МАЛЕНКИЕ МЕЧТАТЕЛИ Всем большой привет! Добро пожаловать на канал! И в этом видео я вам покажу, как мне удалось преобразить голову Леди Дивы, которую продавец Сали положил нам в подарок. Я вам покажу, как и чем я прошивала голову. Это было непросто, так как головы ОМГ очень твердые, и на моей не было дырок от прошивки. Это уже вторая голодушка, которую мне прислал в подарок продавец. Ссылка на обзор будет наверху. И там же под видео есть ссылочка на магазин, в котором я брала свою куколку. Итак, начнем! На голове куклы нет ни единой дырочки от прошивки. Есть только наметка линиями, там где должна быть строчка от волос. Прошивать я ее буду трессами, которые тоже брала на Али. Я их показывала уже в обзоре, а также из таких тресс я делала прошивку для нашей Лолы-единорожки. Видео с ней также есть на нашем канале. Для Дивы я выбрала рыжий тресс с градиентом. Эти трессы одни из самых дешевых на Али. Около 80 рублей за метр. Длина самих тресс 15 см. Я не берусь их рекомендовать, так как они жестковаты. И прически из них делать, как у куколок Hair Goals, у вас не получится. Могу вам оставить ссылочку на трессы, которыми я прошивала нашу куколку Мадам Блэк. У нее трессы длиной 25 см. И как написано у продавца, это имитация Махера. Вот они как раз такие безумно мягкие. Для причесок прям идеально. Но стоят они подороже, где-то рублей 300. И из минусов очень маленькая палитра цветов. На прошивку головы куклы я рекомендую взять вам примерно 2 метра тресс. Все зависит от их плотности. Но 3 метра вам, думаю, хватит как раз за глаза. Прежде чем мы начнем прошивку, я настоятельно рекомендую вам прокрасить голову куклы в тон волос акриловой краской. Так как голова большая и проплешин все равно не избежать. У меня трессы рыжие, поэтому мне нужно смешать две краски. Красную и желтую. И прокрашиваем всю голову плотным слоем. Отправляем нашу головешку сохнуть. И займемся пока подготовкой тресс. Мне не повезло. Мои трессы мало того, что жесткие, еще и плешивые. Видите, почти прозрачные. Для сравнения, вот розовые трессы, которые я брала в другом магазине. Они мягче и не такие плешивенькие. Их я тоже буду использовать. Получится такое интересное эмилирование. Теперь по поводу самой прошивки. В интернете полно видео о прошивке волос куклам. А также по изготовлению из иголок специальных приспособлений для прошивки. Выглядит вроде просто. Но я не рекомендую вам его делать или заказывать на Али. Объясню почему. Сделать самому его до неопытного человека довольно сложновато. Вы потратите немало времени на создание таких насадок из иголок. Голова у кукол ОМГ очень жесткая. Прошивать ее даже обычной иголкой тяжело. А когда вы в начале прошивки поломаетесь в десяток таких вот самодельных насадок, вы просто психанете и бросите это дело. Этот способ очень хороший и работает только на куклах с мягкой резиной на голове. Я для прошивки пользуюсь обычной большой швейной иголкой. Подготовка тресс. Разрезаем трессом на отрезки длиной 15-20 см. И укладываем на полиэтиленную пакет вот так. Теперь нам понадобится клей. Промазываем его по всей длине от прошитой полоски тресс. Вбиваем пальцами. Переворачиваем на другую сторону. И снова делаем то же самое. Таким образом мы формируем капсулы, которые будут удерживать наши волосы внутри головы куклы. Я это уже показывала в видео с лолей-диторожкой. Пока сохнут наши трессы, наметим дырки для прошивки на нашей голове от лоу. Для этого я буду использовать шило. Начинаем от середины. Видите, о чем я и говорила. Голова протыкается с трудом из-за плотности резины. Таких отверстий нам нужно проделать по всей границе роста волос. Также я отметила челку. Наши трессы высохли. Аккуратно их снимаем. Вот, видите, клей плотно зафиксировал волосы. Теперь нам осталось их лишь разрезать на тонкие полоски. Вот моя игла для работы. Мочим кончик прядки в воде. И продеваем в ушко. Вот и первая прядочка. Излишки подрезаем. Сейчас я прошью всю челку и покажу вам результат. Вот такой петушок у меня получился. Не стоит этого пугаться, трессы легко уложить в нужное положение с помощью кипятка. Теперь я буду прошивать волосы по намеченному контуру. Чередую пряди с розовыми. А также сделаю посередине пробор. Вот и результат. Получилась такая вот милая рыжуля. К сожалению, оригинального тела для нее у меня нет. Поэтому я использовала тело, которое нам прислали с нашей самой первой куколкой ОМГ с Али. Леди Дила. Ссылка на обзор будет наверху. У меня не хватило рыжих тресс, поэтому по низу я прошила розовыми. Челку обрезать я не стала, так как Ксюша попросила оставить ее такой. И вот вам лайфхак от мечтателей. Если не хватает тресс, просто проши ими хвостики и скрути в шкуты. Собственно, что я и сделала. Так как голову я покрасила в тон, проплешин не видно. Гульки я закрепила резинками и прошила нитками, так как трессы жесткие и не хотели укладываться так, как мне нужно. Пробор я решила сделать до середины. Потому что мне стало жалко, что если я уберу все волосы в гульки, не будет видно этого красивого амбре, ради которого я, собственно, и покупала эти трессы. Ну а теперь я сошью этой красотули наряд, чтобы она стала еще больше похожа на свою младшую сестренку Бэйби Кэт. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ткани оказалось мало для такой длинноногой куголки, поэтому у нас будут бриджи и болеро. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Детали болероя и штанов я совмещаю, чтобы не пришлось сделать лишние швы. Продолжение следует... 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 Ну вот и готовы наши штанишки. Штаны укороченные, так что куколка в тренде. Теперь сделаем для нее болеро. И топик. Моя кукла худышка, поэтому я просто сошью края топа вместе. Если вы шьете на ОМГ, то советую сделать топ с застежкой. Наряд готов, осталось сделать только ушки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Для ободочка нам понадобится скрепка. С помощью термоклея закрепляем атласную ленту на скрепке, при этом оставив ленту на завязке. Теперь клеим ушки. Вот и готов наш образ. Перерисовывать цвет глаз и рисовать усы мне не дали. Дочке она понравилась и такой. Теперь вы знаете, куда вам применить голову Лолу ОМГ, присланную в подарок. Надеюсь, этот мастер-класс стал для вас полезным и вы поддержите его лайком. А также не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с мастер-классами. Ну и все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok